Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч Суперкубка России Зенит-Локомотив. Очные матчи команд. В последних 10-очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют нет и 6 раз на тотал меньше. Зенит не может выиграть у Лока последние 5 очных матчей. Последняя статистика команд. Если не брать последний кубковый матч, то Зенит отыграл подряд 8 матчей на обе забьют да. 8 из последних 10 своих матчей Зенит отыграл на тотал больше. Локомотив в последних 10 своих матчах поровну играл на обе забьют да нет и 7 раз на тотал меньше. Встреча за прошлогодние соперники по Суперкубку. Год назад победу праздновала Железная Дорога со счетом 3-2. Вообще Лока для Питера в последние годы крайне неудобный соперник. Последние 5 матчей Зенит не может выиграть, а всего в последних 10-очных матчах выиграл лишь дважды. В матчах на Суперкубок соперники встречались между собой трижды. Две победы у Зенита в 8-й год 2-1 и в 15-й год 1-1-4-5 по пенальти. И одна победа у Лока в 19-й год 2-3. Зенит 4 разобрал кубок, Лока 3. Обе команды очень давно не проигрывали. Последнее поражение Зенита датировано 10 декабря прошлого года. 3-0 от Бенфики. После этого Питер не проиграл 19 матчей. Лока в последний раз проиграл 23-й год в Асиеку 0-2. После этого было 17 матчей без поражений. Зенит чаще играет в результативные матчи, забивая и пропуская. Лока тяготеет к низовым играм. Например, на каждый третий матч играл в этом году на 1-1. То есть вариант тотал меньшего безобьют да. Вряд ли на этот раз стоит ждать от команд прошлогодней голевой феерии. Зенит настроен очень решительно. Руководство клуба прямо заявило, что Питер должен взять реванш. Недавний матч Зенита с Химками показал, что и Питер умеет катать низовые матчи. То, что их умеет катать Лока, ни у кого не вызывает сомнений. Если отбросить в сторону спортивную составляющую и взглянуть только на голые статистические цифры, то все говорит в пользу тотал меньшего безобьют да. Плюс итоговая победа Зенита. Счет 1-1 по такой игре, который так любит Лока, как бы сам бросится на карандаш. Смотрим, что дают Буки на этот матч. Исход матча. Коэффициенты 2-0-0 на победу Зенита. 3-84 ничья, 4-10 победа Локомотива. Питер идет явным фаворитом, как и по такой игре. Тотал меньше 2-0-6, тотал больше 1-93. Небольшой перевес в сторону результативного матча. Обе забьют да 1-74, обе забьют нет 2-0-9. Перевес в сторону, обе забьют да. Если следовать строго коэффициентам Буков, то игра должна бы закончиться где-то на 2-1. В общем, вполне реальный вариант на такой матч. Дядь Юра считает, что из трех вариантов наиболее надежным будет вариант с обе забьют да за 1-74. Команды последний 2-очный матч отыграли на 1-0 и 0-0. Вроде бы как пар спущен, и можно играть результативную игру. Зенит предыдущую игру отыграл на обе забьют нет. Последний раз Питер играл 2 игры подряд на обе забьют нет в феврале этого года, когда выиграл по 4-0 у Сабрутала и Виду Ланжа. Подводя краткий итог, сказанному дядь Юра солидарен с Буками, но не во всем. Считаю, что наиболее вероятным исходом на основное время игры будет счет 1-1. То есть получается связка ставок тотал меньше обе забьют да плюс x. Если говорить об итоговом победителе, то у Питера, пожалуй, чуть больше шансов. Если брать одну ставку на этот матч, то ставка на обе забьют да за 1-74 выглядит очень перспективной. На этом все, дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.